Поэтому я сейчас спою песенку, она может быть печальная, но мне кажется, что в ней много всякого оптимизма живет. И для того, чтобы погрузиться в это печальное состояние, он писал вместе с Тютчевым такое предисловие «Умом Россию не понять, Россию носом не понюхать, Не услыхать Россию ухом и даже пальцем не помять, Россию не увидишь глазом и не положишь под язык, Она похожа на оргазм, Ветро с похмелья в час пик». Печально проснуться в ночи одному, Поняв, что не нужен уже никому. И с этой бедой, худой, как гамлет, На кухне пустой приготовить омлет, Печально сидеть с корлупою хрустя, Поняв, что вся жизнь превратилась в пустяк, Что старый козел, что давно не удел. Омлет недосолен, омлет подгорел, Очень трудно быть гостем непрошенным, От рододома до самого ящика. Одиночество — вещь нехорошая, От него недалек до Кащенко. Одиночество — вещь нехорошая, От него недалек до Кащенко. Так трудно вставать после бурной ночи, Когда как старуха супруга ворчит, И дети шумят, что сыгане в метро, И топкой пылает башка и нутро. И ты кое-как посетив туалет, Затем получив подгоревший омлет, Подруга не жены и детей к утерему, Поймешь, что не нужен уже никому. Где же, где же эта юность туманная, Там, где одинокий, пока еще? Эх, семья — это вещь негуманная, От нее недалеко до кладбища. Эх, семья — это вещь негуманная, От нее недалеко. А в нашем дворе поселились бомжи, У них-то, конечно, счастливая жизнь. Махнул грамм семьсотых в кусты, Как бревно, Живись с кем хочу, где хочу, Все равно. Конечно, зимою мороз и метель, Ну, есть же чердак твой чертог, И постель на сердце вольготно Просторно умует ты же Не нужен уже никому. Понимаю всегда, с полуслова я, Наградила умом меня мать, Только жизнь почему-то Такая ты весь без толковой. Воя, даже мне тебя трудно понять, Даже мне тебя трудно понять. Субтитры создавал DimaTorzok